Встреча с Лесронком Мы вот этот чувак, вот тот чувак, и для, по-моему, из присутствующих здесь, ну, Аня еще иногда появляется, вот, участники этого офлайн-сообщества, и собираем в Москве встречи Лесронка, на которых некоторые люди, которые хотят, которые называются, рассказывают всякие интересные вещи, которые помогают всем остальным уточняться. Начинать свои представления о мире и узнавать что-нибудь новое, интересное, становиться рациональнее и все такое. Вот эта встреча, на которой мы сейчас, получилась так. Итак, это сообщество, вот это большое, в котором мы все тусуемся, существует уже года три, Слав, сколько? Да. Ну вот. И поначалу все такие приходили и радостно рассказывали друг другу про когнитивные искажения, про то, что такое рациональность, вот всякое такое. А потом что-то все уже текущие участники об этом все узнали, что могли, и стало неинтересно приходить и обсуждать, ну, как бы, одно и то же, но при этом появлялись новые участники, которые хотели узнавать вот это вот все, все эти основы, с чего все начиналось. А старые участники перестали хотеть это обсуждать. И поэтому возник конфликт интересов некоторых. И для того, чтобы новички, которые приходят, легко адаптировались в большое сообщество, ну, большое, условно, на самом деле, состоит из там 20-30 человек, обычно на встречах принимают, вот, чтобы новички могли туда легко адаптироваться, они должны знать некоторый, ну, минимум вещей, которые, ну, просто, чтобы понимать, в чем речь вообще идет. Мы раньше практиковали, писали в рассылке, в которую приглашали людей на встречу, писали, что вот, прочитайте то-то, то-то, а потом приходите. Но никто сейчас на этого не делал. Вот, и все равно выходило не очень. Потом мы долго думали, что же с этим делать, и вот решили сделать вот так. То есть мы сделаем рациональность для начинающих, то есть это такой молодежный ресурок. Очень хорошо получилось, что он реально молодежный. Вот. И такие активные участники сообщества, пока что сегодня это будем я и Слава, а в другие разы, может, и все еще подключится. Оля. Извините, я же встала удобное место, откуда-то. Ок. Активные участники сообщества, вот такие старички, будут рассказывать людям, которые захотят об этом слушать, вот такие вот всякие основы про рациональность, темы, которые нужно знать для того, чтобы понимать, о чем речь в большом сообществе. Вот. И, собственно, для этого мы здесь, чтобы узнать, сегодня узнать две важных вещи, и на других встречах тоже узнавать важные вещи. Сегодня будет рассказ про, во-первых, Слава расскажет про то, чем отличаются карты и территория, а я потом расскажу про две системы и когнитивные искажения, а потом мы будем играть в флоссе-манию. Я расскажу, что такое флоссе-манию. Потом. Самое главное, если вы хотите пиццу, то нужно положить туда 250 рублей в ближайшие 5 минут. Ну да, я на это рассчитываю. Кто хочет пиццу, встает сейчас и идет класть деньги.